Всем привет, дорогие друзья! С вами канал RC Russian Sport и в одном из своих прошлых видео я обещал вам, что расскажу, почему же все-таки я решил переразобрать свой 250-й квадрокоптер. И сегодня я сделаю это в виде 5 советов о том, как правильно собрать квадрокоптер. Итак, когда вы определились, какой у вас будет квадрокоптер, то есть это гоночный для съемок или еще какого-то рода, вам нужно составить список всех, абсолютно всех товаров, всех комплектующих, которые вы будете заказывать для сборки вашего квадрокоптера. И обязательно посчитайте, во сколько это вам обойдется, потому что несоответствие бюджета и всех товаров может привести к тому, что вам просто чего-то может не хватить и вы не сможете дособрать свой квадрокоптер. Второй совет, это после того, как вам уже придут все части для сборки, вам нужно понимать, что если вы новичок в данном деле, то ни в коем случае самостоятельно никаких решений предпринимать не нужно, потому что любое неосторожное движение может привести к короткому замыканию и к тому, что многие части, электронные части вашего квадрокоптера могут просто-напросто сгореть. И именно для этого в ютубе существует и подобное видео, как мои и многих других людей. Третий совет, когда вы собираете свой квадрокоптер, будьте предельно аккуратны и осторожны, делайте все действия не спеша и стараясь не допустить каких-то ошибок. Как вы прекрасно знаете, все, что красивое, хорошо летает, поэтому ваш квадрокоптер не только должен быть сделан, но и сделан это качественно. То есть вся пайка, все соединения проводов, вся комплектация проводов должна быть сделана аккуратно. Для примера, если вы понимаете, что у вас провода длиннее, чем вам нужно, вам их лучше не оставлять такими, как он не уест, чтобы они вылезали вот здесь вот и мешались, а аккуратненько отрезать и припаять именно нужной длины. Поэтому аккуратность это залог успеха. Приведу вам очень хороший пример, это то, что если вы некачественно спаяли провода при подключении регулятора к мотору, и, например, один провод отходил как-то или не касался контакта вообще, то во время полета этот двигатель вообще может отключиться, или просто на него будет идти ток, можно сказать, отрывками, и квадрик ваш просто-напросто уйдет, и можете спаять и регулятор, и двигатель. Четвертый совет, это ваш первый полет нужно производить либо в авиасимуляторе, либо под присмотром действительно знающего человека, который умеет летать на подобной радиоуправляемой технике, потому что вы можете делать, собирать ваш квадрокоптер неделями, а потом в один прекрасный момент в первый же полет его влепить в первое дерево и переломать все на свете. Итак, пятым советом хочу вам сказать, что всегда думайте о том месте, где вы будете летать. Старайтесь не летать рядом с людьми, рядом с какими-то большими зданиями. Да, если вы уже действительно профессионал, то вам не грозит попадание в чье-то окно, но если вы все же новичок, не пытайтесь показать себя с крутой стороны. Полетайте сначала на поле, и поймите, что в замкнутых пространствах летать достаточно сложно, для этого нужен полный контроль над вашей летающей радиоуправляемой моделью. Итак, напоследок хочу сказать, что данные советы я придумал сам, и все они были сделаны на основе моего опыта, на основе всех событий, которые когда-то происходили с моими моделями. И на этом я с вами прощаюсь, ребята. Берегите ваши радиоуправляемые модели, берегите ваши самолеты, квадрокоптеры, лодки, машинки. Делайте и собирайте их качественно. С вами был канал RC Russian Sport. Подписываемся на канал, ставим лайки под этим роликом, комментируем данное видео. Всем хорошего настроения, удачных вам полетов, ребята. Всем пока.